Мои родители Все были в шоке Мама очень сильно переживает Она просто никогда не могла подумать Что такое может сделать ее дочь Привет Привет Как тебя зовут? Меня зовут Лена Леночка, очень приятно Сколько тебе лет? Мне 26 Ты замужем? Я в гражданском браке Расскажи про своего мужа Есть ли дети? Да, у меня есть дочь У нас есть дочь Ей 4 годика Мой муж старше меня Довольно-таки Сколько ему? Тебе 26? 49 Мне хотелось бы разорвать эти отношения Что случилось? Тебя муж давит? Или разница в возрасте настолько ощутима Что тебе тяжело стало? Ты же все-таки родила от него ребенка Ты же не просто так начала с ним жить Я думаю, что вот именно Что из-за разницы в возрасте У нас идет недопонимание в семье Поэтому хотелось бы начать другую жизнь Ты не зависишь финансово от мужа? Завишу Теперь завишу Страдаешь от этого? Да А ты домохозяйка? Прямо домохозяйка? У тебя не работа? Ничего? Нет, я только полгода где-то не работаю А так я до этого работала всегда То есть у меня высшее образование И я работала Он знает, что ты хочешь от него уйти? Мы с ним разговаривали на эту тему Он подумал, что это все шутка Это неправда И я никуда от него не денусь Я поняла тебя Ну что же, тогда действительно Получается такая история с чистого листа Прямо если уж забывать, то все Если начинать, то все заново, все по-новому Надеюсь, что со всем этим Ты обязательно справишься с нашей помощью Спасибо Начинало все очень На тот момент мне казалось, что это очень интересно Очень здорово, очень красочно, насыщенно Мы начали жить вместе Я забеременела Мама очень сильно переживает Она просто никогда не могла подумать Что такое может сделать ее дочь Взять и начать какие-то отношения Со взрослым человеком, у которого есть дети То есть у него на первом месте Это работа И мне кажется, что Его двое детей От предыдущих брак Он мне сразу, когда он пришел И сказал, что У нас с Леной будет ребенок Я его выгнала Мама со мной Не разговаривала какое-то время Потому что она говорит Ты что, как так вообще можно Жить с человеком У которого уже есть дети Ты ему не нужна Он просто взял тебя Можно сказать, использовал И все Потому что ты сейчас родишь Вы поживете с ним годик Все равно Вы разойдетесь Не могу Он постоянно ее унижает Такой случай был, что Стояло перед зеркалом Там что-то окрасилось Приводилось его в порядок Он сказал, что Что ты перед зеркалом стоишь Что-то Все равно Никак не выглядишь Даже вот такое отношение После того, как я пошла в декрет У меня появились Так сказать, финансовые Какие-то затруднения Потому что человек Он считает, что Не надо тратить больше Надо вот купить вот это Вот это Что-то вот Самое-самое необходимое Самое прям Минимальное Что-то ужимистое Но я не могла взять лишнего Я не могла попросить Потому что мне приходилось Просто просить у родителей То есть у меня есть какая-то Определенная сумма денег Которая выделяется на месяц И я должна в нее Как-то уложиться 10-15 тысяч рублей Нет, Валин Там папа что-то покупает Нет, не мама покупает Папа не покупает Ну что я могу сказать Больше Также он Говорил о том, что Ты пойми То, что Если мы даже с тобой расстанемся Тебе не достанется ничего Поедешь к маме Будешь сама растить ребенка Я люблю свою дочь Я люблю свою внучку Это для меня самое дорогое Вот как ее убедить Чтобы вот она Ушла Порвала Все Никаких отношений с ним Она боится Что вот с ним расстанется И все Она устроит свою жизнь У меня ощущение Что моя жизнь Просто В какой-то непонятной бездне С которой вообще нельзя выбраться Очень грустно Неприятно Когда ты Можно сказать Любишь Да Либо очень Дрожишь Ценишь человека А нету отдачи Я запуталась уже В своих чувствах В своих эмоциях Можно так сказать Далее в программе Лена с глазами печальной козы И любви там нету Абсолютно прозрачная Я бы сказала Непристойно прозрачная Ты считаешь Это нормально Когда вот так Не предупреждая Ребенок остается Сестрее Ну что же У нас на экране Лена Сафронова Лене Сафроновой 26 лет Она находится В отношениях С мужчиной Которому 49 лет Лена с глазами печальной козы Мужчине 49 лет Знаешь Есть повод Не ну кажется Вроде бы Такая большая разница В возрасте По идее Знаешь Должно быть отношения Там папа и дочки Да Папа оберегает Мужчина и женщина Нет Но когда Обычно Когда большая разница В возрасте Мужчина Да К женщине Относится так Именно оберегает Любит Носят на руках Все покупает Все разрешает Но судя по ее взгляду Это не так Абсолютно не так Он был генеральным директором Фирмы На которой она работала Менеджер А и там они познакомились Да Там познакомились Но вот Служебный роман Я ее спрашивала Какой-то такой вот Любви Знаешь С первого взгляда Может быть любить Может очаровал Какими-то поступками Может еще А знаешь Такое ощущение Как будто Безысходность То есть это было Ну что пойдем Ну что пойдем Пойдем А что он теперь ждет Ты понимаешь И любви там нету То есть в этих отношениях Не то чтобы она сидела И рыдала И говорила Ксюша Помоги мне пожалуйста Там я его люблю Да у нас разница Там я хочу быть желанным Для него и так далее Да Такое ощущение Что она хочет Разрешение ситуации Понять куда ей двигаться дальше Ну да То есть вот для нее Сейчас такая Переломная точка Такой вот перекресток От которого есть две дороги Либо с ним Либо без него Правильно Андрей А тебе будет сложно Потому что мне кажется Она сама не знает Чего она хочет Ты как думаешь А у меня вопрос Они сколько уже вместе живут Пять лет Ребенку четыре Когда она была беременна Он предложил ей выйти замуж И так они Но она не захотела Потому что А то есть они не женаты Да Потому что она сама отказалась Живут все дела Да А потом больше не предлагался А вот обратите внимание Она работала под его началом Правильно Соответственно Как руководителя Как деловой человек Она его Знает Как-то узнала Соответственно За свою экономическую безопасность В момент принятия решения Рожать Она была спокойна Правильно я понимаю? За финансовую сторону Да За экономическую безопасность За финансовую сторону Была спокойна И судя по тому Что они работали бок о бок У них была совместная деятельность Она его еще узнавала И как человека Как мужчину Как мужчину Не только как руководителя Сначала как человека А потом уже как вышла Он сказал и пойдем И она пошла И узнала его как мужчину Как у тебя все раскладывается Ну вот так разложилось Как мужчину Она его сразу узнала Ну она его узнала С разных сторон Так нормально? Да Вот ты на что намекаешь? Что был изначально Меркантильный интерес? Он имеет в виду Что никогда нет любви Есть такая украинская пословица Батшилы, отши, шо бралы То есть видели глаза Что приобретали Я с Юрой на 100% согласен Скорее всего выбор-то осознанный Другое дело Что на данный момент Девушка что-то не устраивает Вот Правильно же? Правильно Цель такая Либо оставаться, либо уходить Ксюш, а мы тут при чем? Ну как мы тут при чем? Во-первых, с ней поговорит Андрей Это раз Во-вторых Во-вторых, мы ее изменим Она поймет Хочет она оставаться с этим мужчиной Когда уже все Она полностью перезагрузилась Поменялась Или возможно у нее есть вариант В ее 26 Найти мужчину, который 30 Например, 32 И с которым интересы Ну или мужчину, который способен Зазнать ее В любом случае Или он ее увидит другими глазами Вот это гораздо более 49-летний муж И поймет, что Чего же я дурак Мне уже 50 Кого я успею себе найти Лучше я вот эту любимую Которую Правильно А рядом со мной такая красивая Буду носить на руках Друзья, в любом случае Если она с ним останется Она останется ухоженной красоткой Если будет уходить Все равно уйдет красивая Ухоженной красоткой Она выигрыша Поможет в любом случае Уйти красиво человеку Или красиво остаться Давайте начинать Леночка, ну расскажите поподробнее Что вам не нравится Ваши улыбки Мне не нравятся Вот эти вот зубки Кривые Мне не нравится Мне не нравится То, что они желтые Можно так сказать И камень Камень на зубах Угу Тогда так Я сейчас внимательно посмотрю Открываем ротик Кривизну вот этого резца Можно выпрямить Реставрационным материалом Немножко удлинить клыки Камушек внизу обязательно уберем Ну, значит так Есть такая методика Компьютерное моделирование То есть я сделаю сейчас Несколько фотографий Мы их обработаем И вы сможете заранее увидеть Итог всей работы Если вы готовы Мы приступим Да, готова Ну Смотрите Да, это мои зубки Это правда, что ли? Да Этот результат Получится у вас в один день Очень прям Вообще здорово И даже не ожидаю Разноравиться Начинаем работать? Да, конечно Хорошо Вперед Привет 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 Меня зовут Юра Юрий Столяров Звездный визажист Скажи, пожалуйста Ты вообще косметолога посещаешь часто? Нет, не часто Не очень А есть что-то, чтобы ты хотела Немножко в себе изменить, может быть? Да Мне хотелось бы немножко увеличить губы Согласен Ты будешь выглядеть очень гармонично Потому что, ну, есть достаточно крупные детали на лице И вполне гармонично будет Если губы чуть-чуть увеличить К тому же мы с тобой посоветуемся С врачом-косметологом Что можно еще сделать для того, чтобы выглядеть еще свежее Еще лучше Согласна? Да, конечно Пойдем знакомиться Пойдем Макс, ну, я вижу, что есть некоторые проблемы с кожей Я вижу некоторые проблемы с четкостью контуров лица И на сегодняшний день для молодой кожи есть методики, которые позволяют осуществить некую профилактику изменений в будущем Потому что в 26 лет, прости, что я называю возраст, можно выглядеть, конечно, и получше, Леночки Современные нитевые технологии позволят нам сохранить лицо Воспрепятствовать опущение линий бровей И при этом это будет препятствовать образованию эумических складочек В том числе, да И также, я думаю, что нужно сделать процедуру, которая называется 3D-лифтинг Это моделирование скул Заполнение носогубной складки Это есть, мне кажется И немножечко дать такую небольшую припухлость губам, чтобы это выглядело очень естественно Тем более, Леночка этого хотела Да Ну что, приступайте Оставляю вас наедине А мы с тобой увидимся в студии Счастливо Пока Когда мы пытаемся придать объем губам, мы также должны обратить внимание на общую гармонию лица И на сегодняшний день абсолютно невозможно просто увеличить губы Очень важно, чтобы скорректированный контур и объем губ гармонировал со скулой, с линией бровей Именно поэтому сейчас мы выполняем процедуру, так называемую 3D-объем И в этом случае лицо становится очень гармоничным Мы убираем такое плоское лицо Оно становится очень выразительным и красивым Лена, привет! Привет! Меня зовут Катя Веселкова Расскажи про свой стиль Как такового стиля нету И спорт, и классика, так можно сказать Ну, допустим, это спорт А что у нас классика? Допустим, вот это платье Что еще у тебя из классики? Чем ты похвастаешься? А вот это что такое? Ну, такое, да, тоже платье с открытой спиной Так, и что у нас здесь есть еще? Это повседневно, это я с ребенком гуляю Ну, что я вижу так на первый взгляд, что ты абсолютно какая-то у меня потерявшаяся У тебя с одной стороны здесь такой персиковый розовый, тут светящийся розовый Здесь какие-то вязаные пошли опять бурые кофты При этом, при всем, такие смелые, откровенные Вот при всем вот этом, вот это вот Вот это носит та же девочка, которая носит собачку с бантиком Она носит такие платья спиной Слушай, давай, нет, я уже хочу это видеть Надевай, вперед и возвращайся Хорошо Вот так вот Мне нравится, что ты надела такое платье, но идешь вот так вот Ты себя в нем неловко чувствуешь? Немножко, да Оно такое прозрачное прям Слушай, ну оно не просто прозрачное Но я бы, вот смотри, если бы я такое платье надела Я бы, во-первых, его не смогла надеть И даже если бы наспор меня попросили его надеть Я бы просто не смогла нескольких секунд продержаться Ты прям смелая барышня, ты в нем стоишь Абсолютно прозрачное платье Прям, я бы сказала, непристойно прозрачное Там есть маленькая подкладочка Но она не спасает Да Она не спасает вообще То есть у меня ощущение, что передо мной голая девушка Я, мне кажется, даже сама стою и засмущалась Голая девушка в пеньюаре То есть это настолько непристойно То есть это могло бы быть на каком-нибудь эротическом календаре Даже так? Даже так Но больше нигде Давай скорее его снимать Чтобы как можно меньше людей тебя в нем увидело Вот, и сразу после такого платья Хочется пойти А что ты так удивляешься? Это из твоего гардероба, это ты принесла? Да Твое, признаваешься? Мое, мое, мое Твое, носишь? Да, ношу Ну вот прям вот я вижу Тебя, как вот ты Его вот раз переодеваешь Давай Переуплощение Вуаля Ты возвращаешься И мы смотрим Как ты смотришься в одежде детского сада Хорошо Давай Моя плюшевая куколка Вот такая вот я Какая ты? Как ты сама себя опишешь? Такая яркая С бантиком С бантиком Тут много всего Ты не скромничай С бантиком С кармашком С кнопочками С воротничком С какими-то тут косичками С коленочками Со стразиками Такое просто обилие деталей Такое обилие оттенков Что просто уже Ну некрасиво Потому что как елка Давай снимаем Снимаем Что у нас есть еще с тобой? Тоже странные очень вещи Бесформенные Такие серии Вот это очень теплое То есть я соответственно Ее ношу зимой Потому что мне очень тепло А вот это? А вот это Я не знаю Ну просто купила Мне понравилось Вот я тоже не знаю А чем понравилось? Вот ты пришла в магазин Да? Ну то что вот она такая Вот здесь в дырочку И что? Здесь в дырочку И что? И под джинсики И хорошо Какая-то вытянутая кофта На пять размеров больше Чем тебе понравились эти дырочки? Это бабушкина вязка Я тоже не понимаю Давай ты вернешься А я тебе скажу Плохо или неплохо Вперед Хорошо Елена прекрасная вернулась Смотри Цвет Который тебя убивает С бесформенным воротом С этими косичками Это все это выглядит Как-то старо Здесь у тебя какие-то Драные джинсы Вообще Из какого-то другого стиля Тут сиреневые Такие же светящиеся кроссовки Ты даже вот в пределах Того, как ты выглядишь сейчас Выглядишь абсолютно Вообще из разных стилей Да? Вот Поэтому, честно говоря Просматривая твой гардероб Я понимаю, что Я даже не понимаю Какая ты на самом деле Потому что Ты такая провокаторша Соблазнительница Ты милый невинный ребенок Который С собачкой с бантиком Ты в каком-то свитере несуразном Каком-то бабушкином Каком-то вообще непонятном Поэтому то, что мне хочется Для тебя сделать Это придем в магазин Найти для тебя вещи Которые будут именно Вот уже в твоем образе В твоем стиле Чтобы это тебе шло И чтобы ты знала Вообще, что тебе выбирать И ходила в этом И радовалась тому Какая ты красивая Чтобы у тебя не было Таких вот каких-то Бесполезных и случайных вещей Поэтому До встречи В магазинах Договорились? Да, спасибо Здравствуй Здравствуйте Андрей Кухаренко Психолог Устраивает ли тебя Твое отношение с супругом? Не очень Меня не устраивает То, что нет взаимопонимания По причине этой У нас получаются конфликты В семье А эти конфликты Понимаете, в чем дело? У меня же У нас же маленький ребенок Да? То есть, как бы Если случается какой-то конфликт В семье Ребенок все чувствует Но я для себя решила Что так Это неправильно Это должно прекратиться И что ты для Изменения ситуации Сделала уже? Я ему сказала о том Что нам нужно Расходиться И для чего это нужно? Для того, чтобы Наше внутреннее равновесие Успокоились Мы все И жили нормально Он в своей жизни Я своей жизнью И ребенок был между нами Это я ему так Предложила сделать Но он вообще не воспринимает Меня всерьез То есть, он считает То, что этого не будет Это Этого Развода в смысле? Да А были в твоей жизни моменты Когда Ты предпринимала Решительные шаги И совершала их И получала какой-то результат? Ну да Я могу куда-то Ехать Допустим Когда последний раз Путешествовала? В июне, по-моему Этого года? Да И как тебя встретил супруг После этого? Он не знал Что я вообще Куда-то уехала Я сказала, что я поехала К маме Пожить Чуть-чуть Потом прилетела Сказала, что я была Он такой Я все понял Ничего Ничего нового То есть, для него это уже привычно Скажи А ты считаешь, что это нормально? Когда вот так Не предупреждая Ребенок остается в сестре Муж в известность не ставится А жена улетает Мне надо отдыхать Потому что я Нахожусь в таком Стрессовом состоянии Периодами Что если я не Отключу свой мозг И не уеду куда-нибудь То Я не знаю, что будет дальше А у меня к тебе вопрос Что хочешь поменять? В себе В своих взаимоотношениях С мужем, я так понял Ты хочешь уже развестись Правильно? Да И тогда Какую цель ты преследуешь Участвуй в нашем проекте? Я хочу докопаться до истины Он Мой человек Не мой человек Что я чувствую На самом деле? Должна ли я Уходить от него? Как ты считаешь Мы можем за тебя решить? И сказать тебе Жить тебя с этим человеком Или нет? Тем более Сколько? Семь лет в браке, да? Да Ты просто хочешь Мне кажется Взять тебе Переложить ответственность За решение На совершенно посторонних людей Да Мы тебе можем помочь Научиться делать выбор А какой выбор делать Это уже Твоя ответственность Да Хорошо Договорились Далее в программе Он нам ничего не дает Не дает А это будет нормально смотреться Можно просто умереть и не встать Какой цвет? Боже Ранее в программе Лена с глазами печальни козы Она находится в отношениях С мужчиной, которому 49 лет Жизнь с человеком, у которого уже есть дети Это ему не нужна Он постоянно его унижает У меня появились Так сказать, финансовые какие-то затруднения Мне хотелось бы Разорвать эти отношения ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лена, привет Привет Слушай, ну мы сегодня с тобой под дубами Колдунами встречаемся Вид у тебя испуганный Немножко волнительный Дубы давят, что ли? Да Итак, дубы Там будет место Где будет проходить эксперимент Нам любезно согласилась помочь Ирина Ирина, это Ира, это Лена Очень приятно Привет Дождение нам чуть позже А пока вам необходимо переодеться Хорошо Проблема, которая мне стала совершенно очевидной Заключается в том, что Лена себя ведет Как маленькая-маленькая девочка Как раз эксперимент был направлен на то Чтобы Лена увидела То, что она действует как ребенок И решение принимает как ребенок Причем решение очень важное Для участия в эксперименте Лени и Леню Зазеркальной Так назовем актрису Ирину Необходимо было переодеться в детские одежды Девчонки, проходите Садитесь Нравится? Очень Итак, у нас здесь пилиал королевства кривых зеркал Ты, Лена А это твое отражение И, Лен, начни жить так, как ты живешь в обычной жизни Начни размышлять над какими-то вопросами, проблемами Так, как ты размышляешь в обычной жизни Правда не ясна? Да Итак, ищешь ответы на вопросы Пожалуйста, действуйте В начале эксперимента Лена, конечно, выглядела немного зажатой Но это вполне обоснованно Ребенок попадает в незнакомую обстановку Спустя некоторое время Лена, как и обычный ребенок Очень быстро-быстро адаптировалась Совсем включилась в игру Знаешь, самый важный-то вопрос А нужен ли нам дяденька-то этот? Садись Садись Давай вот с тобой подумаем Давай Вот смотри Он, конечно Ну, конечно, хороший, да? Да Хороший Но, с другой стороны В игрушки-то он не дает иногда играть Иногда игрушки не покупает Бывает такое Ну, я, например, не хочу, чтобы у меня не было игрушек С одной стороны, он нам нужен Да ну, с ним скучно По-моему, и он маме не нравится Ну, и что? А нам-то он нравится Я не понимаю Он нам ничего не дает Не дает Ну, тогда зачем нам такой дяденька, который жадный? Давай мы его Давай мы его уберем Давай А какой нам нужен тогда дядька? Пока никакой Реплики, которые подавали девочки А я их буду пока назвать девочками Они просто потрясающие И очень такие откровенные И вот именно Как с позиции маленького ребенка Нужна мне эта игрушка Или не нужна мне эта игрушка А выкину я эту игрушку Другую купят Девчонки, ну как у вас дела? Хорошо Что-то проясняется? Ну, я осталась При своем мнении То, что надо Начинать новую жизнь Как ты считаешь, что проще Начать новую жизнь Или улучшить прежнюю? Проще начать новую жизнь А что делать прежней? Ну, разрушить всегда легче, чем строить Разрушай Скажи, пожалуйста, как считаешь, чем взрослый В принятии решения отличается от ребенка? Взрослый может попытаться исправить А ребенок не готов принимать какие-то решения Ему просто проще начать все заново Я тебе подкину идею Эту идею Я тебе ее кидай, лови А взрослый отличается В принятии решения от ребенка тем, что он Осознает последствия И готов нести ответственность за них А ребенок, как считаешь, осознает последствия Готов нести за них ответственность? Нет Потому что, когда он рушит, кто за него будет что-то делать? Взрослый А ты считаешь, ты решение принимаешь как взрослый? Как ребенок Да, я согласна, что я принимаю решение как маленький ребенок Лен, это эксперимент, это то, как я тебя воспринимаю И я перед собой ставил задачу показать тебе, что есть два варианта принятия решения С позиции ребенка, чем ты занимаешься И с позиции взрослой женщины С позиции ребенка ты уже научилась принимать решения? Да Теперь, когда захочешь, можешь начать в своей жизни делать что-то по-другому Есть ли еще какие-то нерешенные вопросы? Нет, я думаю, что мы решили этот вопрос Вы их решили с позиции... Ребенка Маленькой девочки Возможно, ты захочешь решить позже с позиции взрослой женщины Хорошо Хорошо? Девчонки, пока Все, пока А я превращаюсь в взрослого человека Пока Субтитры сделал DimaTorzok Помнишь, когда я с тобой встречалась в прошлый раз Я тебе поставила такой диагноз, что стиль у тебя вообще напрочь отсутствует Сейчас мне захотелось создать для тебя определенный стиль Если коротко, я бы назвала его такой спортивный шик Спортивно-женственный шик То есть у тебя очень много абсолютно девичьих вещей Вот таких, как юбочки Вот такое вот платье Вот такое вот платье И при этом очень много спортивных вещей Например, вот такой джемпер Вот такие спортивные брюки на резинке Рубашка в клетку Вот такая косуха с молнией И сейчас я тебе расскажу, как это все между собой миксуется И ты превращаешься в настоящую модницу уже со своим определенным стилем Хорошо Давай начнем с вот этого образа Такого очень неожиданного У нас с тобой есть рубашка в клетку У нас с тобой вишневая косушка И у нас с тобой юбка принцессы Да И вся эта спортивная элегантная тема вот на таких каблуках Ой, как красиво! Я уже хочу померить Давай скорее возвращайся Я сама заинтригована, что получится Хорошо, спасибо Вау, какая ты красивая! Честно говоря, я не думала, что это будет сочетаться И именно так И это будет все очень гармонично, очень красиво Потрясающе Очень Мне тоже очень-очень нравится Смотри, у тебя здесь такой микс, да? Про который мы с тобой говорили У тебя юбка женственная Туфли на каблуке То есть низ такой женственный Поднимаем глаза наверх И что мы видим? Кофта буклированная по фасону косухи То есть уже пошел спорт к нашей женственности Рубашка в клетку, которая абсолютно из спортивной тематики И поэтому ты мега-мега модная Потому что именно вот так вот и миксуется этот образ Смотри, что я тебе еще какой-то крой секрет Ты можешь смело надеть вот такую зеленую кофточку вместо твоей вишневой Ты можешь надеть вот такую из натурального шелка блузку Потрясающе, очень красивая И ты даже можешь, знаешь, что сделать? Посмотри, у тебя здесь есть мелкая-мелкая желтая полосочка Ты можешь надеть с этой рубашкой вот этот джемпер Оставить эту юбку и вправить джемпер в юбку А это будет нормально смотреться? Только на такой тонкой талии, как у тебя Это будет смотреться просто здорово Для всех девушек, у кого талия обычная Или у кого талия чуть шире, чем обычная Конечно, джемпера вправлять не стоит Так, теперь я хочу тебя научить еще одной хитрой комбинации Вот скажи, что это такое? Платье приталенное, немножко расклешенное Ты отгадала только половину загадки Помимо того, что это платье, это еще может быть и сарафаном И мы можем с тобой составить более сложный образ, более интересный Надев под него блузку Поднапустив к нашей вот этой женственности немного спорта Опять же, мы же следуем стилю, что ты такая шики-шики-спортивная модница И уже на этот раз надеть это вот так С такими кедами на танкетке И с чем еще? С гольфами Да? Осмелишься? Надо попробовать Я бы не решилась Давай Мы здесь для того, чтобы решаться на самые смелые шаги И выбрасывать все, что у нас остается из прежней жизни Хорошо, спасибо Давай, примеряй скорее Ну что, как тебе такой новый образ? Я думаю, я немножко привыкну, потому что это прям вот очень смело Но мне очень нравится, очень красиво Здорово А еще эту же самую блузку Так как мы с тобой договорились, что гардероб у тебя базовый Чтобы выглядеть еще более шикарной и спортивной Ты оставляешь эту блузку и носишь ее с вот такими брючками в горошек Хорошо А еще эти же самые брюки Посмотри, как они у тебя здорово комбинируются С вот такой рубашкой в клетку Да, очень красиво Можно добавить к ним вот такую вот сумочку Опять же в этих же цветах, синий и вишневый И, пожалуйста, вот тебе еще третий образ И теперь давай перейдем к тому, что у тебя в гардеробе тоже не было Это такой кэжуал, спортивный вид на каждый день Такой вот новый образ Штаны очень прям смелые, я никогда такое не носила Я бы даже сказала, что они такие немножко хулиганские Да Немножко небрежные На сто процентов Да, потому что на самом деле это обычные спортивные штаны Я не стесняюсь предложить тебе спортивные штаны с начесом На резинке Потому что это не просто какие-то тренинги А потому что в комбинации вот так Это уже совершенно новый модный лук Спасибо Вот такая вот я веселая Да, ты веселая, ты не скучная Нет такого, что ты выходишь и видишь двойников на улице или на детской площадке, когда ты гуляешь с ребенком Ну что, я хочу тебя поздравить не просто с твоим гардеробом Я хочу поздравить тебя с тем, что у тебя появился наконец свой стиль Как тебе твой новый образ? Потрясающе, мне очень нравится, спасибо большое Ну что, отправляйся теперь к Юре и Жене Они доведут тебя до совершенства И мы с тобой теперь увидимся в студии Привет Привет, меня зовут Женя Меня Лена Очень приятно, присаживайся, Лен Евгений Седой Ультрамодный парикмахер Скажи мне, пожалуйста, а были когда-нибудь какие-то проблемы с волосами? Ну, секлись И сейчас секутся, мне кажется Несмотря на то, что неокрашенные Ты как-то их укладываешь горячим способом? Да, 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 я выпрямляю их утюжком Выпрямителями, да? Да, я вот Нельзя говорить утюжком Надо говорить выпрямителями Хорошо, не буду Понятно И не пользуешься защитой предварительно, да, для этого? Молодец Ну все, нам есть о чем поговорить с тобой Да Да Ну что, здрасте Привет, Леночка Здравствуй, Жень Ну я тебя спешу обрадовать Что тебя ждут опять очень интересные брови Ты знаешь, это не худший вариант бровей Которые я видел Правда Я тоже видел их утюжок Можно просто умереть и не встать Какой цвет, боже мой Все, давайте, ребята Я с вами не прощаюсь Буквально через несколько минут Да, через сколько минут? Через 20 минут Через 27 минут Все, бегите Все, Леночка, пойдем Пойдем Далее в программе Жень, я должен тебе сказать Одну очень важную вещь Ну-ка Кое в чем тебе признаться Это вот в прямом и в переносном смысле Затмить красотой Ты репетировала реакцию перед зеркалом? Нет, я давно такое не понял Леночка, добро пожаловать Присаживайся поудобнее Угу Святая святых Мейкап студия Предпоследний шаг Перед окончательным преображением Готова? Да Через 15 минут Ты увидишь себя в зеркале Здорово ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, у вас все готово? Надеюсь уже У нас давно все готово, Женечка Это последние штрихи Это графичный макияж Очень чистый С контрастной стрелкой Все тайны раскрывают Губы графичные Брови, скулы Все графичное Потому что сама наша Леночка графичная И волосы, я думаю Тоже будут достаточно прямые Графичные? Давай, заканчивай Ты знаешь, так грандиозно лучше Без шапки? Без нее Угу Ну все, я практически закончил Не слышу комплиментов Не будет комплиментов Женя, я должен тебе сказать Одну очень важную вещь Ну-ка Кое в чем тебе признаться Скажи Мне кажется Что это очень красивый Просто роскошный цвет волос Спасибо, Юр Лена, ты можешь закрывать глаза Можешь не закрывать их Но тебе не избежать Вот этой красоты Которая сейчас на тебя обрушится Да? Прямо из этого зеркала Раз, два, три Ну открывай Мамочка Можно я вас обниму? Ну конечно Огонь нужно Большое Леночка Катя Веселкова уже заждалась Мы тебя ждем в студии Давай переодевайся Мы хотим тебя скорее видеть в платье Переодевайся Спасибо Быстро Пожалуйста Ты у меня блестящая звездочка красивая Правда? Красиво Пойдем 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 Посмотрите Какую красавицу я вам привела Здрасте Здрасте Ваша студия просто Буквально блестящая Это вот в прямом И в переносном смысле Затмить красотой Какая ты блестящая сегодня Ну рассказывай Леночка Как дела? Все отлично Все замечательно Потрясающе Ощущение Потрясающее настроение Все замечательно Леночка Ты должна признаться Вот сейчас глядя в камеру Ты репетировала реакцию Перед зеркалом Или нет? Я давно такой не помню А что с реакцией была? Расскажи Это невозможно Это невозможно передать Это вот Это можно либо отрепетировать Либо это действительно так поразило тебя Скажи мне честно Пожалуйста Это нельзя повторить Дело в том То что я вообще никогда Не красила волосы И поэтому моя реакция была Настолько удивительной Ну я была просто шокирована Мне очень понравилось А какая была реакция? Тогда ты нас делала гораздо счастливее Она кричала Пищала Гладила свои волосы Прыгала То есть это было что-то невероятное А потом нас обняла И ушла береть платье Серьезно? Да Ты никогда не красила волосы Это впервые в жизни произошло? Поэтому я увидела Я даже не знаю Кого я там увидела Как ты думаешь Какая реакция будет У твоего мужа? Ну Прежде всего Удивление Он очень сильно удивится Дальше не знаю Что будет А как бы ты хотела Чтобы он отреагировал? Сказал Что вот Какая ты у меня Тут такая необычная Другая Когда ты выйдешь Из этой студии Как ты думаешь Вот что должно измениться? Какие цели у тебя будут Теперь? Я хочу жить дальше Я хочу жить С позитивом Я хочу улыбаться Радоваться жизни Но ты хочешь жить с кем? Я хотела бы Наверное Попытаться Что-то изменить В нашей совместной жизни С мужем Все-таки дать шанс Дать жизнь Этим отношениям Которые есть сейчас? Да Мне хотелось бы Попробовать еще раз Я думаю То, что моя попытка Должна получиться Хорошо Сейчас, когда ты Абсолютно обновленная Другая Выпрями спину Ты другая Прямо сядь Прямо Расправь эти крылья И пойми Что у тебя впереди Светлое будущее У тебя ребеночек И ты вообще Уже самая счастливая На этом свете Поэтому Отталкивайся Всегда от своих желаний Все Вот мы Все, что возможно Мы тебе дали Дальше Ты не должна Ничего делать Что идет против твоей воли В чем ты не чувствуешь себя комфортно То, что не принадлежит тебе Будь там Где ты должна быть И чувствуй так Как ты хочешь чувствовать И это самое главное Это то, что придаст Вообще Тебе Вот этой окрыленности И желание жить дальше Все Больше ничего не нужно Просто будь счастлива Хорошо? Спасибо Оставайся с собой Спасибо Спасибо Пойдем осторожнее Пока Субтитры сделал DimaTorzok Вообще Я часто Редко хожу Блин Лен, в чем дело? Не знаю Я не могу Мне жарко Что-нибудь откройте Привет Привет Меня зовут Юра Меня зовут Кена Лен, очень приятно Потому что она сделала вот так Я начал с теми на тексты отвлекся Что? Вы на меня орете постоянно Давай Неужели нельзя сказать это вкратчиво? Я боюсь очень, что история повторится Она прям вот в соплях, в слезах Я ей плакала Я ей умоляла мне дать шанс Зачем с такой девушкой находиться рядом? Я одинокая, никому не нужно Какая милая девушка Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!